всем привет на канале готовим вкусно с вами я павел и сегодня мы будем готовить изумительно вкусное ароматное грузинское блюдо которое называется хинкали все очень просто к этому можно подключать всю семью вам интересно погнали начинается все шага номер один нам нужно приготовить тесто тесто будет настаиваться в холодильнике либо прохладном месте полтора-два часа для того чтобы приготовить примерно порцию 10 хинкали нам понадобится 500 грамм муки 500 граммах муки делаем вот такое углубление на этот объем нам примерно понадобится 1 чайная ложка соли вот так сюда мы ее сразу и 150 миллилитров холодной воды и вот так вот ложкой начинаем замешивать тесто ложкой замешиваем до вот такой вот субстанции и переходим к размешиванию руками тесто должно быть достаточно крутое месить его тяжело но минут десять на это нужно потратить так будет вкуснее вот такой консистенции у нас примерно получается тесто оно очень упругое перекладываем его на стол и продолжаем замешивать его нужно постоянно вот так вот разрывать пока не получим один единственный эластичный колобок тесто и так примерно спустя 10 минут вымешивания теста мы получаем вот такой шарик он достаточно плотный но при этом достаточно эластичный ложим его в тарелку и отправляем в холодильник примерно на два часа чтобы хинкали обязательно получились очень вкусными налейте себе хорошего красного вина это обязательный атрибут при приготовлении грузинских национальных блюд грузинская кухня начинается с приправ приправ для фарша здесь у нас примерно 650 грамм фарша мы его слегка посолим на этот объем примерно пол столовой ложки соли добавим обычного черного перца немножко и добавим для придания той самой грузинской ароматики просто добавим кумин либо же зира по вкусу хорошенечко все можно перемешать это все надо облагородить мелко рубленной зеленью чеснок и лук режем все достаточно мелко аналогично мелким образом нарезаем чеснок на этот объем примерно 1 средняя луковица 2 зубка чеснока можете по вкусу добавлять больше роли это не играет но в целом это тот минимум которого достаточно для того чтобы получить ароматный вкусный бульон фарш и аналогично мелко режем зелень перемешиваем и еще раз все измельчаем таким вот образом чтобы получилась мелкая мелкая фракция все измельчили все в однородную такую вот кашицу достаточно такими крупными фрагментами теперь все это добавляем фарш это уже обалденно вкусно пахнет на этот объем нам понадобится примерно 200 миллилитров воды это собственно то что и отличает хинкали от пельменей то что хинкали когда ты кусаешь он полный бульона и это очень вкусно мы добавляли воду фарш но как видите ее сейчас нету вот такими вот движением и мы ее вмешивали в фарш мясо забирает в воду и получается фарш такой легкий воздушный как раз то что нам необходимо для наших хинкали во многих ресторанах кстати наливают воды в два раза больше получается прям совсем жидкая масса но я так не очень люблю потому что бывает что что-то не получилось тестом и потом все разорвалась расплылось а так она еще будет держать форму ну я считаю на 650 700 грамм фарша 200 миллилитров воды это самый раз и так самое время начать делать хинкали и прежде чем мы их будем формировать берем большую емкость и мы будем варить наливаем воду все ставим кастрюлю на небольшой огонь и приступаем лепки и так с теста формируем вот такую колбаску отрезаем кусочки примерно вот такого размера грамм по 40 и раскатываем их от центра к краю на листы толщиной примерно один миллиметр теперь сюда мы добавляем одну столовую ложку фарша это примерно 40 грамм и начинаем делать те самые складочки которые и определяют что это хинкали если кто знает напишите в комментариях сколько должно быть у и правильной хинкали вот этих самых складочек лишний хвостик срезаем когда вода закипела на медленном огне берем наши хинкали и хвостиком низ забрасываем их обязательно перемешивайте хинкали для того чтобы избежать того что они пристанут ко дну и и оставляем их буквально на 7-10 минут все буквально через 10 минут хинкали поднимается вверх все что нам остается это вот так аккуратненько достать все хинкали подаются посыпав черным перцем либо смесью 5 перцев с вами был канал готовим вкусно эти ароматные хинкали всегда соберут вокруг себя кучу друзей всю семью всем приятного аппетита подписывайтесь наш канал делитесь нашими видео до встречи